Бездефицитный бюджет для граждан. Предполагается, что на будущий год доходы и расходы городской казны будут одинаковыми – 1 миллиард 150 миллионов рублей. К примеру, в ходе слушаний речь шла о финансировании перевозки пассажиров в отдаленные микрорайоны Ангарска, такие как Цементный и Юго-Восточный. Было предложение, мое первое предложение, которого также разделяет часть депутатского корпуса, предусмотреть следствия на субсидирование перевозок по этим маршрутам. Еще одно направление – это реализация муниципальной программы «Доступная среда для инвалидов». На эти цели в бюджете на следующий год запланировано около 3 миллионов рублей. На эти деньги обещают закупить низкопольные трамваи для пассажиров, возможности здоровья которых ограничены. На сегодняшний день доступность перемещения по городу этой категории ангарчан обеспечивает социальная транспортная служба. Она открыта на базе автоколонны. Вот у нас предложение, как можно держать руку на пульсе, потому что инвалиды почувствовали жизнь в появлении транспортной службы. Это очень-очень надо развивать. Люди сотрудничают, чтобы у нас саможидан. К слову своей пожелания и предложения по поводу проекта бюджета Ангарска, общественность уже выразила. Дело за депутатами, которые дадут ему свою справедливую оценку на заседании городской думы в конце декабря. Ольга Дерибера, Михаил Дрышкин, Местное время.